Друзья, всем привет! Сегодня разберем популярнейшую военную песню Журавли. Разбор будет в самом привитимном, простом варианте для новичков, без чередования баса в левой руке, без подголосков в правой. Самый-самый простой вариант для того, чтобы каждый из вас мог ее сыграть. Сначала я покажу вам, как в финальном варианте Журавли звучат на аккордеоне, а после подробно разберемся с руками и соединяем их вместе. Поехали! 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 Сначала небольшой краткий музыкальный анализ того, что будем разбирать. Тонализ ля минор, никаких встречных знаков, все играем по белым клавишам, ни диезов, ни бемолей. Размер 12 восьмых, но не пугайтесь, просто в каждом такте будет 12 одинаковых восьмых, но группировать их будем по 3. То есть 4 раза по 3 восьмушки. И счет будет такой, раз-два-три, 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 раз-два-три. И в следующем такте будет все то же самое. Не до 12 считаем, а 4 раза по 3, это очень важно. По структуре. Вступление, куплет, своеобразный припев и проигрыш. Вступление и проигрыш одинаковы по музыкальному материалу. Куплет и припев будем разбивать на 2 части для того, чтобы было удобно разучивать нотный материал и соединять руки вместе. И еще. Движение в основном будет восьмушками, не будет присутствовать здесь 16-х, поэтому считать просто будем группировая по 3. Раз-два-три, 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 раз-два-три. После того, как хорошо соединиться двумя руками со счетом все восьмушки в разном такте, можно будет считать только одну восьмую из трех. То есть получается 1, 2, 3, 4. А далее, конечно же, когда сдвинется темп, когда будете хорошо владеть музыкальным материалом, можно будет считать и вовсе первую долю в каждом такте. И тогда движение будет более свободное и легко будет отыграть. И темп, кстати, увеличится. Поехали отдельно разбираться с руками. Начинаем разбор. Сначала разбираем правую руку, учим ноты во вступление. Вступление и проигрыш. Одинаковый музыкальный материал. Начинаем первую октавию с ноты ми первым пальцем. Дора ми. Потом четвертым пальцем нота до. И вторым пальцем нота ля. Три восьмушки. Получается так. Ми. До. Ля. Первым, четвертым, вторым пальцем. И четвертым пальцем нота до половиной с точкой. Далее такие же три восьмушки, как и в начале. Ми. До. Ля. Ля. Опять нота до четвертым с точкой четвертым пальцем. Нота си половиной с точкой третьим пальцем. И три восьмушки ми, си, сольди с первым, четвертым, вторым пальцем. Получается так. Ми си четвертым пальцем. Сольди с вторым пальцем. Вот черная средняя. И пришли ноту ля третьим пальцем. Половина с точкой, залегованная с четвертью с точкой. Значит, мы ее не нажимаем заново. Теперь посчитаем вместе со счетом. Буду считать четыре группировки по три. И на четвертую группировку вступают три восьмушки. Вот эти ми до ля. Поехали. Раз, два, три. 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 И далее пауза. Обязательно читайте сначала вслух, потому что про себя можно немножко сфилонить, не сочетать нужные доли. Теперь разбираемся с левой рукой. Здесь, в принципе, все предельно просто, за исключением третьей группировки, когда у нас будет бас и аккорд мы тянем на четверть. Поехали. Сначала в первом такте у нас вступает правая рука, три ноты из-за такта, а дальше в следующем такте у нас в ее руке мис-эптаккорд. Как найти мис-эптаккорд? Септаккорд. Ну, нужен второй ряд. На втором ряду посередине нота с ямкой, это нота до. Далее вверх идет соль, ре, ля. И нота ми, вот как раз нота ми с ямкой, верхняя на втором ряду это ми. А септаккорд мы, соответственно, третьим пальцем нажимаем бас-ми, рядом с ним наискосок вверх это мажор, потом мино, и септаккорд вторым пальцем. Получается такая комбинация. Третьим бас-ми, вторым его септаккорд. И у нас получается такая штука. Две группировки по три у нас бас-аккорд-аккорд, бас-аккорд-аккорд. На третью группировку у нас бас и аккорд четверть. Дальше у нас еще на группировку бас-аккорд-аккорд. Весь так выглядит так. Получается бас-аккорд-аккорд, бас-аккорд-аккорд, бас-аккорд, 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 аккорд. Что здесь происходит? Вот на третью группировку у нас бас и аккорд четверть. Соответственно, мы просто этот аккорд держим, как будто мы играем два аккорда. То есть играем бас-аккорд и один аккорд произносим в уме. Соответственно, в этот момент держим. Еще раз, как звучит? Получается так. Бас-аккорд-аккорд, бас-аккорд, аккорд, бас-аккорд, аккорд в уме, бас-аккорд, аккорд. Тогда вы, соответственно, будете выдерживать вот этот вот аккорд четвертной, если будете проговаривать аккорд в уме. Это нужна очень обязательно, нужна вот эта третья восьмушка. В следующем такте у нас целый такт ля-минор. То есть мы с нотой ми спускаемся вниз, вертикально вниз, будет ля. Все то же самое, только играем ля-минор-минор. И точно такой же ритм будет. Получается бас-аккорд, аккорд, бас-аккорд, аккорд, бас-аккорд, аккорд, бас-аккорд, аккорд, бас-аккорд, аккорд. В третьем такте у нас снова мисс-эпт-аккорд, целый такт, такая же комбинация, как и в первом такте. Снова поднимаемся вверх на ми третьим пальцем и играем так. Бас, аккорд, аккорд, бас, аккорд, аккорд, бас, аккорд, аккорд, мем, бас, аккорд, аккорд. И в четвертом такте мы снова спускаемся на ля-минор, основной тонализ, с ми-ля. И уже не играем в третьем проигрывании, в третьей группировке бас, аккорд, четверть. А все время играем в одну и ту же группировку бас, аккорд, аккорд, так четыре раза. Получается так Бас, аккорд, аккорд Бас, аккорд, аккорд Бас, аккорд, аккорд Бас, аккорд, аккорд В принципе, если очень сложно Можно вообще все время играть бас, аккорд, аккорд Такой аккомпанемент Но так прикольно и красиво с участью Если на третью группировку играть сначала бас Потом аккорд И обязательно его тянуть на аккорд, который вы говорите в уме Теперь соединяем вместе обе руки Здесь очень легко потому что в левой руке у нас все время идет такой вот метрано своеобразный, который отстукивает нам восьмушки в каждом такте. И, соответственно, по вертикали, где у нас правый лев совпадает, там вместе и нажимаем. Где мы тянем ноту на бас аккорд-аккорд, там тоже видно. Поехали, разбираем. Сначала три восьмушки из-за такта у нас без левой руки. Играем их ми-до-ля. Ми-до-ля. И вместе с нотой до нажимаем бас ми. Два аккорда. Дальше с нотой си нажимаем бас ми, два аккорда. Бас ми и аккорд. Аккорд в ми. Дальше с тремя восьмушками ми, ре, си в правой руке играем бас, аккорд-аккорд, ми-серд-аккорд. Бас, аккорд, аккорд. Дальше в левой руке спускаемся вниз на ля-минор. Вместе с нотой ре в правой руке нажимаем бас, аккорд-аккорд, ля-минор. Бас, аккорд, аккорд. Вместе с нотой до нажимаем бас, аккорд, аккорд, ля-минор. Бас и аккорд, G-D-S. Дальше с двумя восьмушками ми, до, ля, как и в самом начале этого вступления, мы играем в левой руке бас, аккорд, аккорд, ля минор. Получается так. Бас с нотой ми, вместе с нотой до аккорд, с нотой ля, аккорд. Дальше с нотой до правой руки нажимаем бас, ми и два септаккорных аккорда. С нотой мси в третьем пальце, который играем в правой руке, нажимаем бас, бас, два аккорда, бас, аккорд, долгий. И с тремя восьмушками ми, си, соль здесь в правой руке, нажимаем бас, аккорд, аккорд, ми септаккорд. Поехали. С нотой ми, бас, с аккордом си, и с нотой ля в правой руке нажимаем бас, аккорд, аккорд, еще один. И еще одна третья группировка. Здесь очень важно добиваться легата в правой руке, в левой руке нон легата. Вот сначала у нас здесь, она правая рука вступает без левой, а когда второе проведение ми, мы играем вместе с левой рукой. Так вот, как это можно добиться? Играем очень медленно, нажимаем с нотой ми бас, бас отпускаем, ми держится дальше, нажимаем с нотой ре аккорд, аккорд отпустили, ре держим, нажимаем с нотой си аккорд, аккорд отпускаем. То есть все время левую руку отпускаем раньше, а правая остается держаться и переходит в следующую ноту. Тогда вы добьетесь легата в правой руке и нон легата в левой руке. Разбираем куплет правую руку. Здесь у нас будет такой технический прием, как репетиция пальцев. Это когда мы одну и ту же ноту, которая повторяется много раз, нажимаем не одним пальцем, а разными пальцами, но в одинаковой комбинации. То есть 2-1-2-1-2-1-2-1. Обязательно должно просто чередование пальцев. Это называется репетиция. Из-за такта правой рука вступает у нас первая половина куплета. Правой рукой начинаем с ноты ми первым пальцем, восьмушка. Дальше 3 восьмушки ноты ми вторым пальцем, первым и вторым. То есть у нас идет репетиция. Первый, второй, первый, второй. Дальше 2 восьмушки паузы, затем еще 3 восьмушки. Первый, второй, первый. Две восьмые паузы, две восьмые в этом такте, вторым и первым пальцем ми, ми. В следующем такте у нас нота фа вторым пальцем и нота ми четверть первым. Ми. Как это звучит из-за такта? Ми, ми, ми. То есть я все время чередую палец. Второй, первый, второй, первый, второй, первый. Можно, конечно, одним нажимать, но так более четко получается. Дальше, следующая фраза в этой части. Точно так же начинаем из-за такта 1 восьмого в этом такте первым пальцем. Дальше 2 восьмушки вторым первым. Ми, ми. 2 восьмые паузы. 2 восьмые ми, ми. Нота ми четверть. Восьмушка ми. Ля четверть. Си четвертым пальцем. И в ноту до пришли половина с точкой, залегов на четвертью с точкой. Теперь разберемся вместе со счетом. Считаю 3 проведения по 3. И в следующем проведении, в четвертом, на третью, восьмую мы вступаем на ту ми. Поехали. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И дальше идет вторая часть куплета. В левой руке что у нас здесь происходит? И первая часть, вторая часть куплета одинаковая по левой руке, поэтому один раз выучим левую и дальше вторую часть ее подставим. Правая рука вступает восьмушка вместе с аккордом минорным от ля. То есть вот нашли ноту дон на втором ряду, подняли соль, ре, ля, вот ля минор. И дальше у нас один такт ля минор, то есть четыре раза по три играем бас аккорд аккорд ля минор. 1, 2, 3, 4. В следующем такте целый такт мисс авт аккорда, поднимаемся вверх и точно так же четыре по три играем мисс авт аккорд. Раз, два, три, раз, два, три, четыре. В третьем такте, дальше у нас во второй фразе, снова целый такт мисс авт аккорда, тут же остаемся. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И в четвертом такте мы не спускаемся на ля минор, точно так же четыре. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Соединяем вместе обе руки в куплете. Правая рука вступает из-за такта нота ми вместе с минорным аккордом от ля. Находим ля третьим пальцем, вторым пальцем минорный аккорд. И вместе с нотой ми нажимаем ми. Дальше с нотой ми у нас бас, на аккорд нота ми и на аккорд нота ми. Бас в паузу, аккорд в паузу. С аккордом нажимаем ноту ми вместе с басом ми. С аккордом ми, аккорд в паузу, бас в паузу. Двумя аккордами сделаны ми. Ми. С нотой фа нажимаем бас ми в левой руке. С нотой ми саптаккордный аккорд. Держим ноту ми и еще раз саптаккордный аккорд. Дальше бас, аккорд, аккорд, еще одна группировка, еще бас, аккорд. И на самый последний аккорд в этом такте нажимаем ноту ми первым пальцем. Дальше вместе с басом ми нажимаем ноту ми, вместе с аккордом ми, аккорд в паузе, бас в паузе. С аккордом ми, с аккордом ми, с басом ми, аккорд. С последним аккордом нота ми. С нотой ля в правой руке нажимаем бас, аккорд. С аккордом нота си. И вместе с нотой до в правой руке нажимаем бас, аккорд, аккорд. Бас, аккорд, аккорд. Еще одно третье. Колено по три. И дальше бас, аккорд, аккорд в этом такте. Теперь разбираемся со второй половиной куплета правой рукой. Точно так же, как и первая половина, начинаем из-за такта нота ми первым пальцем. Играем ее. Дальше восьмая нота ми вторым. Еще одна восьмая нота ми первым пальцем. Восьмая нота ми. Залиго у нас восьмушкой. Это значит, что мы ее не поднимаем. И на вторую восьмую второй группировке нажимаем ноту ми. Четверть, держим ее. Далее восьмая пауза. Две восьмушки вторым первым пальцем ми. Ми, ми. Четверть ми. И последняя восьмая, первым пальцем нота ми Дальше восьмая нота фа вторым пальцем И ми четверть Вторая группировка по три паузы Третья группировка по три паузы И четвертая группировка по три паузы в этом такте Все это время играет левая рука Далее, в следующем такте мы начинаем прям вдоль, не из-за такта А три восьмушки вдоль, три ноты ми Чередование, сначала первым, потом вторым, снова первым Дальше восьмая вторым пальцем, четверть первым пальцем ми. Далее четверть ре пятым пальцем. Восьмая ре залегованная с восьмушкой, значит не поднимаем, как будто четверть. И две восьмые четвертым третьим пальцем до си. До си. Пришли ноту ля. Половинная с точкой залегованная с четвертью с точкой. Вместе со счетом. Пустые три проведения по три. И на последнюю восьмушку мы вступаем нотами правой руки. Раз, два, три. В долю. Раз, два, три. 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 Последняя пустая в правой руке. Левая рука точно такая же, как и в первом проведении. Тут у нас один такт ля минора. Один такт миссер даккорда. Такт миссер даккорда. И такт ля минора. Точно так же из-за такта мы вступаем нотой ми в правой руке с аккордом от ля Нажимаем И дальше вдоль вместе с нотой ми в правой руке нажимаем бас ля С нотой ми аккорд Еще с нотой ми аккорд Держим ноту ми, нажимаем бас И с нотой ми нажимаем два аккорда Бас в паузу, с аккордами две ноты ми С нотой ми четверть в правой руке бас Аккорд Последним аккордом ноту ми. Дальше у нас с нотой фа нажимаем бас ми. С нотой ми два цифраккордных аккорда. И три проведения по три влевой руке играют без правой. Три. Четвертое проведение. Теперь параллельно у нас восьмими идет движение. Три ноты ми правой руке в левую бас аккорд аккорд. С нотой ми нажимаем бас. С нотой ми аккорд. С нотой ми бас. С нотой ми аккорд. И еще один аккорд. Дальше с нотой ре бас аккорд. С аккордом ре держим. Нажимаем бас. С двумя нотами до си два аккорда. И пришли на ту ля правой руке. Три проведения бас аккорд аккорд. Ля минор. Два. Три. И четвертое. Дальше с припевом. Теперь припев правой рукой разбираемся. Точно так же. Первая его половина. Начинаем из-за такта с ноты си третьим пальцем. В доле у нас четвертым пальцем нота до. Еще одна нота до восьмушка. Потом нота си третьим пальцем. Четверть. Ля восьмая вторым пальцем до четверть. Снова до восьмая си третьим пальцем. Ля восьмая до четверть с точкой. Поддержали. И нота си. Два раза длиннее. Потому что половина с точкой. Далее четверть паузы. И еще одна восьмая в этом такте. Вторым пальцем нота си. Четвертым пальцем нота ре четверть. Восьмая ре залегованная с восьмой. Значит как будто целый четверть держим. Две восьмушки до си третьим вторым пальцем ре четверть. Восьмая ре залегованная с восьмушкой. До си. Почти ноту до, половина с точкой, залегованная четвертью с точкой. Вместе с отсчетом пустые три проведения, три по три, и на последнюю восьмую всыпает нота Си правой руке. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Левая рука, что здесь интересного? Точно так же последняя восьмая за такт выступает у нас с аккордом от Ля. А дальше целый такт у нас Ля минор. То есть четыре по три играем, бас, аккорд, аккорд, Ля минор. Первый такт, Ля минор. Два, три, четыре. Следующий такт, целый такт Ре минора. Ре находится под Ля. По вертикали вниз спускаемся третьим пальцем, будет Ре. И целый такт четыре по три Ре минора. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Бас, аккорд, аккорд. Третий такт, целый такт мисс автоккорда, через одну вверх мисс автоккорд. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. И целый акт ля минор. Вниз спускаемся на ля минор. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Соединяем вместе обе руки. В правую руку вступает с ноты си, в левой руке у нас минорный аккорд. Далее с ноты до нажимаем бас аккорд ля минор. Поехали. С аккорда нажимаем ноту си. С нотой до нажимаем бас аккорд. На аккорд нота до. С нотой си нажимаем бас аккорд. С нотой ля аккорд. С нотой тоже бас аккорд. С нотой си бас аккорд. С нотой ля аккорд. С нотой до теперь нажимаем бас аккорд аккорд. Ре минор. С нотой си два произведения бас аккорд аккорд. Второе. Бас аккорд. паузу, с аккордом нажимаем ноту си вторым пальцем, с нотой ре четвертым пальцем правой руки, нажимаем миссет аккорд, бас аккорд, с нотой ре аккорд, держим, нажимаем бас аккорд, бас аккорд, аккорд, ре держим, нажимаем бас аккордом до, с аккордом си, с нотой до, три поведения, бас аккорд, аккорд, ля минор, два, три. И финальная вторая часть припева. Начинаем из-за такта. Три восьмые, целых три восьмушки. Вторым пальцем нота до. Третьим пальцем ре, четвертым ми. Пришли в ноту фа четверть с точкой, залегованной с четвертью. Значит, держим целых пять восьмушек. Восьмая фа пятым пальцем, ми четверть с четвертым пальцем. Си восьмая залегованной с восьмой. Дальше две восьмушки ми, ре четвертым, третьим пальцем. Пришли в ноту до. Четверть с точкой. Еще одна нота до. Два раза больше, половина с точкой. Далее три восьмушки до. Си ля. Третьим, вторым, первым пальцем. Нота Си третьим пальцем, четверть. Си восьмая залегованной с четвертью с точкой. Значит, целых четыре восьмых держим. Дальше Си снова четверть. Си восьмая залегованная с восьмой. И две последние восьмые до. Четвертым пальцем. Соль здесь вторым пальцем. Черное посередине. Пришли в ноту ля. Третьим пальцем. Половина с точкой. И залегованная с четвертью с точкой. То есть три раза по три И дальше пошел проигрыш Уже точно такое же, как вступление Со счетом вторая часть припева Три по три считаем, на четверку по три вступает до ре ми в правой руке Раз, два, три 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 И на последние 3 восьмые идет уже проигрыш. И тот материал, который вы уже знаете. Левая рука во второй половине припева. Не точно такой же, как в первой половине. Здесь добавится у нас скачок на фа мажор. Но если его дописировать, все будет удобно. Сначала у нас из-за такта играет бас, аккорд, аккорд, ля минор. Вот он, ля, аккорд, аккорд. И дальше у нас полтакта ре минора. То есть 2 по 3 ре минор. Лучше так вниз ре минор минор. Второе. Половина такта мисс автоаккорда. Следующие 2 по 3 мисс автоаккорд. Вот четверка и четвертый проведение. Дальше у нас целый такт фа мажора. То есть нам нужно прыгнуть. Вот у нас мы на ней находимся. Прыгнуть через 1, 2, 3, 4. Через 4 кнопки вниз. Под ноту до. Нам нужно найти ноту до посередине. И под ней находится фа мажор. Как можно сделать? Можно прыгать третьим пальцем. То есть мы играем третьим, вторым мисс автоаккорд. И дальше скачок под ноту до на фа мажор. Делаю так. 4 проведения. Но можно сделать это и пятым, четвертым. То есть третьим, вторым мы играем мисс автоаккорд. И вторым пальцем мы чувствуем ноту до с ямкой. И сразу спускаемся вниз под ноту до. Играем пятым пальцем бас. Четвертым рядом. Фа мажор на хаккорд. Итак, все же так. Это удобно, потому что потом у нас идет скачок вверх на ре минор. Это через одну вверх от ноты до. Вот ноту до. Через одну вверх полтакта ре минор. Через одну вверх на мисс автоаккорд. И полтакта ля минор. Баса на мисс теля минор. Третьим вторым пальцем нажимаем восьмушку. Еще раз. Можно прыгать пятым, четвертым. Мы играем третьим, вторым мисс автоаккорд. И пятым, четвертым нажимаем фа. Рядом мажор на хаккорд. Можно прыгать третьим, вторым. Но пятым, четвертым будет четче. Можно третьим, вторым. Попасть. Главное, чтобы попадали без пауз. Давайте полностью проиграем всю вторую часть. Как она звучит. Сначала из-за такт у нас на четвертую. Из трех восьмых играет ля минор. Дальше полтакта. Два по три ре минор. Полтакта мисс автоаккорд вверх. Целый такт фа мажора. Три. Четыре. Полтакта ре минор. Полтакта мисс автоаккорд. Полтакта ля минор. И на третью группировку из трех нажимаем бас с аккордом вместе ля минор. Соединяем обе руки во второй части припева. Из-за такта три ноты до ре ми вторым, третьим, четвертым пальцем. И на них играем бас, аккорд, аккорд ля минор. Вместе с нотой до нажимаем бас. С ноты ре нажимаем минорный аккорд. С нотой ми минорный аккорд. С нотой фа нажимаем бас ре. Минорный аккорд, минорный аккорд. Еще один бас ре. Минорный аккорд. И на последний минорный аккорд нажимаем ноту фа. С нотой ми нажимаем бас ми. С цептаккордный аккорд. Со вторым цептаккорду нажимаем ноту си. Правой руки нажимаем бас ми. И с двумя аккордами ми, ра. Теперь с нотой до в правой руке нажимаем бас-фа, два мажорных аккорда. Еще раз с нотой нажимаем бас-фа, два мажорных аккорда. Еще два мажорных аккорда, два мажорных аккорда, и на эту ноту до, потому что была именно с точкой. Теперь с басом фа нажимаем ноту до. С нотой си нажимаем аккорд, с нотой ля, аккорд. С нотой си в правой руке нажимаем бас-ре, минор. С минором снова Си, держим Си, нажимаем бас Ре, два минорных аккорда, с нотой Си нажимаем бас Ми, его септаккорд на аккорд, с аккордом нажимаем ноту Си, держим правой руки на ноту Си, нажимаем бас Ми, септаккордом До, Содиес, аккорд в правой руке, и с нотой Ля в правой руке нажимаем два раза по три, бас, аккорд, аккорд, ля минор, второй раз бас, аккорд, аккорд и бас с аккордом вместе. что делать когда хорошо уже соединили двумя руками со счетом 1 2 3 каждый 8 выделяя можно выделять уже только каждый бас в левой руке соответственно одну из 3 8 сначала вы играли вот так приседали так конечно легко не уйдешь когда будешь делать каждую восьмушку тот прием когда выделяем только одну из трех он звучит так то есть мы на базе лам акцент аккорды слабые когда хорошо выучили так дело акцент только на один вас можно делать акцент только на первый бас из каждого так получится так то есть я выделяю каждый бас а все остальное очень слабо идет тогда на появляется движение музыки и темп становится чуть-чуть живее хороших занятий